Чего вы ожидаете от благоустройства набережной? Красоты ожидаем, и чистоты, и порядок. За эти средства осуществить данный проект не представляется возможным. Друзья, здравствуйте! Меня зовут Настя, вы смотрите Конаково онлайн. В этом выпуске поговорим о новом тренде, которым в последнее время увлеклись российские власти. Формирование комфортной городской среды. В период с 2019 года по 2024 год на этот проект выделено 269 миллиардов рублей. Благоустройство сегодня – это синоним городского развития. И это неудивительно, ведь качественно обустроенные общественные пространства могут препятствовать оттоку населения, улучшать эмоциональный настрой, стать магнитом для туристов и бизнеса, а также быть большой гордостью местных жителей. В 2020 году наш город принял участие во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и поселений и победил, получив грант в 70 миллионов. По задумке авторов концепции, у нас должна была появиться большая набережная протяженностью 15 километров. Начинаться она должна была от отеля Конакова «Риверклаб» и заканчиваться в Ольгино. Давайте узнаем, как это было и как реализуется проект сегодня. Для начала поговорим с одним из инженеров архитектурного агентства «Мегабудка», который принимал участие в разработке концепции. Артем, расскажите, где вы черпали вдохновение, когда создавали проект для набережной города Конакова? Создавали проект, ориентирующий непосредственно на контекст, который мы там и обдорожили вместе. То есть для нас, естественно, определенными ценностями, и самыми основными являлся Сосновый Бор, являлся пляж, являлась река. То есть все природные достопримечательности, которые ты там совершенно не ожидаешь увидеть в этом городе, но подъезжаешь к воде и видишь их, это, конечно, поражает. На основе этого и сделали проект. Хорошо. А при создании проекта в процессе какие главные преимущества и недостатки местности нашей вы обнаружили? Ну, преимущества, понятно, это река и бор, я так понимаю, а есть какие-то существенные недостатки, с которыми вы столкнулись и как-то обыграли их в проекте? Ну, смотрите, здесь существует такой достаточно сильный контраст между такой советской застройкой, что ты, в принципе, ожидаешь увидеть, и она тебя не радует. Сама среда города, она достаточно однообразна, при этом есть ценность относительно того, что там небольшая высотность, и это замечательно. Но, с другой стороны, это такой типичный советский город. Значит, проезжаешь через него и попадаешь вот в это какое-то совершенно волшебное пространство, широкое, не застроенное, вот этой прибрежной, пляжной, парковой зоной. Вот, это действительно достаточно редкое явление для таких советских городов, что эта территория не застроена, относительно элегантно сделана, вот, и ее совершенно не хотелось портить. Другое дело, что с ней все равно есть некие проблемы, она хоть и является ценностью, понятно, что для нее, например, не очень удобный доступ для маломобильных групп граждан, потому что там практически нет дорожек. Если мы говорим о привлечении и в том числе и туристов, то там должны быть какие-то определенные функции, там нету каких-то общественных полезных функций для обслуживания этой набережной, то есть, например, нету туалетов нормальных. Ну, то есть там есть ряд инфраструктурных, на самом деле, которые мы как бы должны были исправить. Фактически все, что мы сделали, просто сделали те функции, которые там были, почти оставили на тех же местах, но сделали их более качественными. Но с другой стороны, не уйти в капитальность, сделать все очень легко, аккуратно. Кроме этого, понимаете, что если мы туда внедряем функции нового качества, то они должны кем-то эксплуатироваться. Понятно, что если я аж на баланс города, то, скорее всего, это долго не протянет, потому что бюджет города не ограничен, а пространство достаточно большое. Соответственно, мы должны были туда внедрить неких операторов. Операторы – это коммерческие организаторы, которые будут отвечать за территорию, которая и к ним примыкает, чтобы развивать свой бизнес. Понятно, что для того, чтобы их туда внедрить, нужно было построить, какие-то спроектировать для них какие-то здания. Еще, конечно, набережная сама по себе, она в данном городе, наверное, не может существовать, потому что, поскольку мы проектируем некий прогулочный маршрут, он должен чем-то заканчиваться, чем-то начаться. Лучше, что туристы и местные жители, в принципе, проводили на маршруте больше времени. Соответственно, для этого мы расширили маршрут, предложили перебраться в Бор, построить пешеходный мост туда, пешеходный велосипедный мост в Бор. И туда дальше, до Лиза-парка, а в другую сторону до, собственно, Конакова ревер-клаба вообще, то есть до мыса, конечно. И вот таким образом у нас получился большой маршрут. По-моему, мы считали, я сейчас уже не помню, 14 или 19 километров. Мы предложили систему еще речного транспорта с обстановками для того, чтобы поживить всю эту пространство, для того, чтобы оно стало безопасным, для того, чтобы пользовались и местные жители, и туда туристы. И когда, например, пришли туристы и пользовались бы этим, возможно, даже покупали жилье, это спровоцировало рост экономики в городе, а также местные жители бы понимали, что город пользуется популярностью, и сами бы относились к нему с большим, может быть, уважением. У них появлялся локальный патриотизм. То есть это такая экономическая история, достаточно долгоиграющая. Поэтому на самом деле мы старались минимально интегрироваться в то пространство, которое есть, дополнить его функциями, которые были бы инфраструктурными, но незаметными, и, собственно, соединить все пространства вдоль воды. Я бы хотела финансовый вопрос уточнить. То есть правильно ли я поняла, что проект изначально создавался так, что еще нужны будут инвестиции со стороны, помимо, возможно, выигранных денег? Правильно? Да, конечно. Предполагалось дополнительное инвестирование. У нас мы собирали письма от потенциальных инвесторов, которые готовы зайти в проект, которые хотели бы там в него вложиться, для того чтобы получить прибыль. Ну, в частности, например, я говорю, что у нас появляются какие-то коммерческие функции, например, кафе. В кафе мы, когда проектируем, мы, например, проектируем санузлы, но вход в которые непосредственно с улицы. То есть обязуем таким образом эти туалеты, эти санузлы взять на баланс имя представителя бизнеса. Это логично. Поэтому, естественно, мы не можем просто так взять и сказать, дайте нам денег. Мы должны объяснить людям, почему им выгодно, чтобы они дали деньги. Как это повлияет на капитализацию территорий, примыкающих в том числе. Как это повлияет на время нахождения там человека. Поэтому, естественно, дополнительное финансирование нужно. Потому что, естественно, всю реализацию, если мы говорим о полноценном проекте, то такой большой территории в рамках конкурсных средств невозможно покрыть. Но на самом деле, по условиям конкурса, это также является очень желательным. Во многих даже частях проекта это дает дополнительные баллы за то, что есть инвесторы, которые заинтересованы в том, чтобы этот проект развивался. Потому что если будет проект развиваться, инвесторы будут заинтересованы. Понятно, что он не ляжет мертвым грузом на баланс города. Город потратит на него очень много ресурсов, а дальше будет вкладываться в эксплуатирование этого объекта. Такого, конечно, нельзя отпустить, потому что сам объект очень большой. Вы создали удивительный проект, который в будущем мог бы стать гордостью Конакова, но сейчас реализацией занимаетесь не вы. То есть есть проект, а реализацию уже осуществляете не вы. Почему? Реализацией, проектом, разработкой проектной документации занимаетесь не мы. Почему, я не знаю. С нами нет договора ни на авторский надзор, ни на авторское сопровождение, ни на разработку проекта. Но надо сказать, что мы не участвовали в тендере на разработку проекта. А почему? Мы видели это в формате того, что мы проводили, например, аудит разработки проектной документации. И авторский надзор. То есть не выполняли сами, а просто контролируемые. Но мы этим не занимаемся. По какой причине, я, честно говоря, не знаю. Мне просто хотелось бы здесь не нейтралитет какой-то иметь, потому что мы все равно начали работать с Максимом. И у нас с ним были определенные договоренности. Он очень хотел, чтобы мы реализовывали этот проект. Но современные администрации не знакомы. Но, может быть, это тоже очень хорошие люди. И у каждого, я уверен, что есть какие-то свои собственные интересы, знания, риски. Мы же не знаем всех абсолютно нюансов. Мы не знаем, кто объектирует. Мы не знаем, почему проект получается такой, какой получается. Нам, конечно, очень жалко то, что мы не участвуем. Это правда. Почему? Потому что наша основная цель была не выиграть конкурс, а все-таки реализовать хороший проект. А в данном случае мы потратили свои ресурсы. Но главное, мы не добились. Зачем нам рисовать просто концепции, хотя мы могли бы реализовать какое-то хорошее пространство и добавить в свое портфолио. Вот это было бы честнее. Чего вы ожидаете от благоустройства набережной? Красоты ожидаем. И чистоты, порядок ожидаем. А красоту, слово поясните, что у нас есть? Красиво было, чисто, чтобы можно было где посидеть, отдохнуть. Чтобы не было свинства, мусора, всего. А вы где-нибудь видели проект, что конкретно построить там? Не, я только представляю. Да, проект я видел. Более того, я его достаточно так внимательно изучал. Еще на тот момент, когда он был, скажем так, мегабудкой сделан. Не тот, который сейчас. Да, достаточно интересная штука. Не знаю, во что он превратится в результате, но, надеюсь, не сильно испортит. Мегабудки проект видели, а то, что сейчас делают, нигде нет. Да, то есть, ну, в мегабудке была прям полноценная презентация, там, документ на несколько десятков страниц, подробно с, ну, инженерными, в том числе, и изысканиями, там, топографическими. А то, что сейчас будет, вообще не понятно. Ну, кому неизвестно. Да, то есть, какие-то там, может быть, картинки были, но это несерьезно. Но мы хотели бы там видеть прогулочную зону, велодорожку, ну, скамейки, чтобы отдыхать можно было. Классивную площадку можно, пожалуйста. Во-первых, ожидаем, что сохранятся посадки, да, вот сосны ели, ну, и также будут, да, вот места, то есть, вот велодорожки сейчас начали сделать, и чтобы, может быть, были душевые, раздевалки, там, туалеты, чтобы все это было благоустроено, меньше вот мест таких, как, вот, ну, зарослей, да. Облагороженная, чтобы территория. Да, была облагороженная территория. Насчет кинотеатров не уверена, вот, нужны ли они здесь на берегу, а так вот что-то по минимуму, чтобы это, ну, действительно был берег, акультуренный. Вы ждете окончания застройки набережной? Да, конечно. А чего ожидаете? Что хочется, чтобы было? Ну, вообще, по плану было довольно-таки интересно. Что сейчас получится, если будет просто пешеходная тропинка, будет неинтересно. Если делать будет то, как было изначально в плане, будет, конечно, весело, здорово. План, не знаю, в газете, меня всегда волнует, почему в местной газете ничего не пишут. То есть, вы не знаете, какой изначально был проект, как он должен выглядеть, если нигде ничего не видел. Нет, там вот есть, есть, ну, как его называется, таблово там какое-то, табличка, да. Ну, там, мне лично не понять. Давайте узнаем, на какой стадии реализации находится проект набережной сейчас. Для этого поговорим с временно исполняющим обязанности главы города Конакова Колупанским Дмитрием Николаевичем. Дмитрий Николаевич, расскажите, пожалуйста, как наш город выиграл грант на благоустройство набережной? Ну, сколько я знаю, поскольку я знаю, в предыдущей администрации в 2018 году была проделана огромная работа вместе с организацией «Мегабудка» по разработке концепции данной набережной. Это прекрасный проект, я его видел. Дальше разработка всей сметной документации, опять же, проводилась в следующей администрации, а в данный момент, ну, вот, реализация данного проекта, а именно его стройка, досталась уже моей администрации, готовые сметные расчеты, готовые изменения в проект. А «Мегабудка» там присутствует? В настоящий момент «Мегабудка» не присутствует, я не знаю почему, может быть, какие-то договоренности с прежней администрацией не были с ними достигнуты. Насколько нам известно, проектной документацией для набережной занималась «Тверь. Граждан. Проект». Нам, к сожалению, не удалось с ними поговорить. Вот насколько их работой были внесены изменения в изначальную концепцию? Ну, если я правильно знаю, понимаю, я проект изучал, значит, внесены, конечно, значительные изменения. В концепции изначальной «Мегабудка» были запроектированы развлекательные комплексы, какие-то кафе, огромный клуб. Сейчас, конечно, в связи с тем, что грант, который выиграла набережная, составляет всего лишь 70 миллионов плюс-минус, но за эти средства осуществить данный проект не представляется возможным. Вот в настоящий момент все, что спроектировано, все, какие занесены изменения, это только вот тротуарные, инфраструктурные объекты, это велодорожки, это дорожка пешеходная, это дорожка для инвалидов. Все это дело с электрической освещенностью, малые архитектурные формы, лавки, урны, ну и, соответственно, спланированная территория и ее озеленение. Но про еще единственное, хочу отдельным объектом рассказать, это район церкви, это яблоневый сад с красиво цветущими яблонями, они декоративные, эти яблоня, красиво должны смотреться. В социальных сетях очень остро обсуждался вопрос, что деревья там вырубаются, это вот с этим связано, да? Почему вырубили деревья, потому что хотят новые посадить? Ну, деревья это сильно сказано, я честно скажу, 22 мая в рамках проекта набережной Волга, Волга, День Волги, я убирался на этом месте вместе с волонтерами, но там деревьев, как сказать, не было, там была одна ветла и убрали это для того, чтобы посадить там яблоневый сад. Там не только яблоневый сад, там еще и клены запроектированы, мы собираемся их высаживать, если честно, уже где-то к 15 сентябрю. Насколько нам известно, изначальная концепция набережной, разработанной мегабудкой, состояла в том, что набережная будет очень длинной, 15 километров от Ольгина до Риверклаба. Я так понимаю, сейчас будет только маленький кусочек от церкви, да, сделан до причала, потому что только на это хватает грантовых денег. Но, насколько мы знаем, есть договоренности с инвесторами, которые были готовы вот эту набережную сделать такой длинной и вложиться, есть гарантийные письма. Ведется ли какая-то работа с инвесторами сейчас? Да, эти гарантийные письма однозначно есть, я все их изучал, но в процессе, так как я вступил в должность всего три месяца, никаких договоренностей мне не было доведено раньше, которые работала администрацией, с соответствующими инвесторами договориться я не успел, и поэтому в этот проект, в это время реализуется только данная часть. Я надеюсь, что во второй этап строительства, это, скорее всего, в следующий год будет, я постараюсь все эти гарантийные письма поднять и со всеми инвесторами встретиться, и, может быть, привлечь их для этой набережной. После того, как проект будет полностью реализован, как и на какие средства будет проводиться его содержание, и что будет туда входить? Ну, и как и все другие проекты реализованные, содержание занимается администрация города и его подвесное учреждение. Для данной набережной, скорее всего, мы оставим отдельное юридическое лицо, которое будет заниматься его постоянным содержанием. Это уборка мусора, покос травы, какие-то ремонтные работы, может быть, замена электричества или что-то. Что может случиться, обязательно будет организация, которая будет заниматься обслуживанием данной территории. А деньги будут из бюджета города? Однозначно, деньги будут из бюджета города, как и другой любой объект, который мы содержим. Планирует ли город участвовать во всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в следующем году? Мы будем участвовать во всем, что нам интересно и что поможет развивать наш город. Буквально скажу, что завтра я уеду в командировку в Нижний Новгород. Там будет форум «Малые города России на Волге». Специально еду туда, чтобы посмотреть, что это такое вообще. Может быть, завязать какие-то знакомства полезные для развития нашего города. Дмитрий Николаевич, когда жителям нашего города ждать полностью готовую набережную? Ну, полностью готовую набережную мы надеемся в ближайшее время. Может быть, год-два. Но данный контракт заключен с подрядчиком до 1 октября текущего года. До этого времени должны все прибрать, спланировать, провести озеленение. Я все-таки вижу небольшие задержки по срокам выполнения работы. Но работаем ежедневно с подрядчиком. Ежедневно, чтобы стройка ни на минуту не останалась и производились все работы. А другие этапы, я думаю, что на следующий год мы приступим. Мы будем уже для данной набережной целенаправленно делать все, чтобы здесь было благоустроено и замечательно для наших граждан. А что значит другие этапы? Поясните, пожалуйста. Ну, другие этапы. Я вот про них уже говорил, что поработать надо с инвесторами. И, может быть, какие-то сюда формы отдыха другие привлечь. Может быть, аттракционы. Может быть, спортивные какие-то сооружения. Однозначно мы будем в этот год ставить еще качельный павильон. Огромный он будет вот на этом месте рядом. Но все будем делать для того, чтобы жителям сюда приходить. Может быть, даже аттракционы есть на это предложение соответствующее. Как вы думаете, эта набережная станет гордостью местных жителей? Ну, гордостью. У нас высокая планка поднята. Это детская площадка на Колизее очень высокая. Но нам ее опускать никак нельзя. Поэтому надеемся, здесь все будет красиво, приятно, оформлено, удобно для нас, для всех. И, я думаю, будет хорошее дело для нашего города. Цель программы формирования городской среды – это создать комфортное, безопасное пространство, в котором одинаково удобно жить, работать, отдыхать, заниматься спортом и хобби, как детям, так и взрослым. Изначальная концепция нашей набережной, созданная мегабудкой, претерпела сегодня изменения. Какой будет наша набережная? Станет ли она нашей гордостью? И в какие сроки будет реализована, покажет время. Подписывайтесь на Конакову онлайн. Пишите в комментариях, как вы относитесь к проекту благоустройства набережной и чего от него ждете. С вами была Настя. Всем пока!